Продолжение следует... Все больше возникает устройств и приборов с программным обеспечением, доступом в интернет, подключением к управлению через мобильные устройства. Все эти задачи для программиста. В профессии программиста нет ограничений. Посмотрите внимательно. Мир вокруг нас становится оцифрованным. У каждого в кармане мощнейший компьютер, который обрабатывает и передает нам гигабайты информации. Множество различных мобильных приложений стали нашими незаменимыми помощниками. А все это – результат работы программиста. Начинается новый бух – роботехники. Не так давно произошло эпохальное событие. Впервые пройден тест Тьюринга, когда человек не смог отличить, кто перед ним – искусственный интеллект, плод разума программистов, или живой человек. И это только начало. Стремительное развитие научно-технического прогресса на планете обеспечивается трудом миллионов программистов. И каждое открытие порождает еще больше возможностей для специалистов данной области, а значит и потребностей в них. Востребованы не только программисты, которые запрограммируют ваш пылесос или умный дом для бесперебойной работы, но и дизайнеры, которые сделают управление этими роботами приятным, интуитивно понятным и логически продуманным процессом, предвосхищая все пожелания пользователей. Таких дизайнеров называют юзабилити-дизайнерами или дизайнерами интерфейсов. Отличие юзабилити-дизайнера от обычного заключается в том, что он может сделать не просто красиво, а максимально комфортно для пользователя, постоянно опережая его ожидания от программы. Для этого требуется системное мышление, знания в области психологии и, конечно, быть хорошим дизайнером. Да, мне тоже нравится, когда программы не только функциональные или полезные, но еще и удобные и понятные в работе. А какие еще профессии требуют сочетания творческого и технического склада ума? Продолжение следует...